В Белгороде-Днестровском началась борьба со стихийной торговлей. Проверить существующее положение дел на центральной улице города вышли представители местного самоуправления. Но людей, торгующих на тротуарах и дорогах, было значительно меньше, чем, например, вчера. Поскольку с ними предварительно провел профилактическую беседу участковый, такое решение приняли вчера на заседании комиссии по приведению работы центрального рынка и торговых площадок города в соответствии с действующим законодательством. Первый заместитель городского головы и главный санитарный врач города с вечным вопросом обратились к представителям стихийной торговли. Ответы, как всегда, стандартные, на рынке нет мест. Только по непонятным причинам все продавцы отказались от комментариев. Быть может, потому что свободные торговые площадки все-таки есть? После общения с торговцами представители городских властей обратились к руководству центрального городского рынка. Наряду со стихийной торговлей возник вопрос о другом нарушении, только уже непосредственно на территории рынка. Дело в том, что реализация ядохимикатной продукции, как, например, средства для борьбы с насекомыми, не должна происходить в непосредственной близости от продуктов питания. Именно такую ситуацию мы ежедневно наблюдаем. Есть свои магазины, да, здесь есть? Здравствуйте. Есть свои магазины. Поэтому они должны войти в свои магазины. Но они жалуются, что заставляются перед ними, они не могут торговать, люди не идут, потому что заставляются. Вот отрегулировать надо эти купли. Рыба, яблоки, все вместе, такой ассортий идет. Рыба, это есть рыба, да? Так же или нет? Яблоки, это яблоки. Там сапоги, там что там, тапочки, то торгуют, это тапочки. Есть отдельно площадка, правильно? Есть отдельно. Но почему оно все вместе, вот это ничего не понятно. Нельзя хранить рыбу с мясом, молоко с рыбой. То есть есть? И так же самое, химикаты и яблоки. Нельзя в одном месте хранить. Нарушение прокомментировал заместитель директора центрального городского рынка. Сейчас это территория рынка. Договор закончен. Да, все тоже правильно. Поэтому сейчас готовится все, сейчас пробетонируем все, здесь потихонечку складируем. Тогда вот эти яблоки и химикаты, они должны быть разнесены минимум хоть на метров пять. После рейда появилось ощущение, что ликвидация стихийной торговли – это борьба с ветряными мельницами. Не успеют представители городской власти согнать торгующих, как с другой стороны рынка какая-нибудь бабушка выкладывает на картонную коробку или прямо на тротуар продукты со своего огорода.